ГУТЕН ТАГ, МАИНЕ ЛИБЫ ФРОЕНДИ! ИХ ВИЛ ИНИГЕ ВЁРТАГ, УБЕР ДАС КОМПЮТЕРСПИЛ, ОЛЬТЕНСТАННИ, ДИ НОЕ ОРНУГ, ХОУТЕ САГЕН. Сказал бы я, если бы сюжет ОЛЬТЕНСТАННИ ЗАНИ ОРДЕР, был бы правдой. Здравствуйте, с вами Смирнов Алексей, специально для хэштега ГАЛДЯТИНА ЭКСПИ. А те, кто в танке. В 1946 году агент Пиджей Блашкович проваливает операцию в взятии замка Вольфенштейна. Давайте называть крепость Черепа замком Вольфенштейна, потому что так куда больше фана. И так, после провала операции, Плашкович был серьезно ранен Шапнелю в голову и попал в психбольницу в Польше, где провел 14 лет. Без него Германия захватила мир, и в 1960 году, в виде звезды нацистов, у Пиджей возвращается рассудок, и он начинает тушить хрицов направо и налево. Но, полагаю, вы это и так все без меня знаете. Игра вышла относительно давно, и сегодня будет необычный обзор. Сегодня я выскажу свое мнение об аспектах игры, которые не везде упоминаются. В процессе пусть и будешь над игрой. Первое, что я хочу отметить, касается искусственного интеллекта в этой игре. И поверьте мне, давненько я видел таких тупых врагов, лезущих прямо на вас. И все бы ничего, убивать их интересно и весело. Но эпичные баги просто не дают покоя. И не спеши строчить злобный коммент, дорогой пекарь. Разработчики сами хвалили, что на всех платформах игра абсолютно одинаковая, так что баги-то везде. Проблема в том, что на хардкоре играть тупо скучно. Враги становятся сильнее и больше дамажат. А это вам не Doom, чтобы уноситься от неспешных фаерболов. А современный шутан, где главный герой бегает со скоростью улитки. Ну а на мой взгляд, это последний серьезный недостаток этой игры, так что хорэ бац хёртить, а то сейчас кресло прожгу. Поговорим о более приятных вещах, а конкретно о физике трупов в этой игре. Она действительно шикарная, такой продвинутости я не видел очень давно. С мертвецами можно весело забавляться и играться. И думаю, алтфаги меня в этом плане поймут. Еще, следуя по заветам молодого Мэрисона, я бы должен выебать этот трупик. Ведь на войне так мало любви, но боюсь, нюртфаги не поймут. Кстати, о жестокости. Она в этой игре есть, и тут просто тьма! Мертвяки изуродованы, конечности послушно отлетают, остаются дырки насквозь от тяжелого оружия. Это просто шикарно! Это 10 из 10, мать твою! Но, к сожалению, трупы в этой игре не идеальны. Со временем они перестают откликаться на выстрелы. И давайте поищем у этого комочка то, что осталось от него головы. Блин, ну пиздец. Как так можно? Продвинутые и растянутые текстурки. Они такие симпатичные. Кажется, кажется, я видел каску. Точно, вот и каска. И да, в этой игре есть чем потешить тебя олдфагу, помимо жестокости и трупов. Да-да, это боссы. Разнообразные машины рейха. Да, робот это слегка банально, но вот лондонский монитор, что вы видите сейчас на своих экранах, это лучший босс-робот за последние несколько лет. Заодно это! Разработчикам Машин Геймс. Респект и уважуха! Олдфагов потешили, но и для вас, мои дорогие нефаги, есть хорошие вести. Хочу отметить, что история и режиссура в этой игре действительно без сарказма достойны хорошего голливудского кинца. Не хочу спойлерить, так что поверьте мне на слово. Все действительно заебись, кроме графики. Их с геном тут и не пахнет. Игра щеголяет мыльными текстурками и квадратными тенями, что, конечно, плохо сказывается на киношности. Но мы же с вами не графодрочеры, верно? Что ж, думаю, все необычное перечислить, так что давайте подводить итоги. Фокенстайн Дениордер, шикарная игра, но до 10 из 10 ей все же далековато. Не есть охапка объективных минусов, слабая музыка, некоторые уровни скучные, банальные виды вооружения, искусственного интеллекта, графика. Есть охапка объективных плюсов, стрельба, жестокость, физика тел, сильный сюжет, раскрытие игры к концу, шикарная ревессура, необычный сеттинг, красота в деталях. Да и сама игра взрослая, а никакая не казуальщина. Все это делает игру довольно неоднозначной в плане. Вроде 10 из 10, а вроде бы и нет. Остается надеяться, что проект окупится сполна. И в скором сиквеле Machine Games запилит и умных врагов, и графику, и кучу разнообразных пушек. На мой взгляд, Wolfenstein The New Order заслуживает оценку 9,2 из 10. Единственное, как мой мейкер скажу, что издатель не выложил материал для оформления ролика в стиле игры. Так что некоторую неопрятность видео я перекрою бонусом в конце. Геймплей был записан с PlayStation 4. Поклон всем тем, кто досмотрел ролик до этого момента. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ставьте лайки. Они даруют мне жизненные силы, чтобы продолжать мое творчество. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You're leaving!